друзья всем привет как вам заставочка напишите пожалуйста в комментарии очень интересно ваше мнение сегодня тема пойдет о переливах немного покажу вам какие существует несколько переливов вариантов перелив дюрсо делается вот такой вот такая вот шахта вверху внутри и труба сама снаружи ну я думаю всем понятно да как происходит слив то здесь еще одна труба добавляется для варийки и третья труба возврат к здесь сделано шахта полностью до дна со сверления дна ну принципе здесь все то же самое как и в том варианте здесь верится еще одна еще одно отверстие под аварийку ну или под возврат еще 3 кто как где кто-то делает с другой стороны банки возврат сверху вариантов очень много перелив херби вот слева слив посерединке это аварийка и возврат то есть это уже как бы дело каждого не такие переливы не понравились тем то что у них шахты внутри например если вот это то здесь велик нужно дно то есть что там не как-то него не по себе становится когда нужно сверлить но вот этот вариант по возвратке похож на мой вот слева возврат к поднимается только кран стоит у меня крана нет так как у меня подъемная помпа она с контроллером но у меня стоит также два крана это я на запасах оставил подключить кальциевый реактор или что-нибудь еще какой-нибудь хета реактор все остальное конечно по-другому сделано что тут еще вот такой перелив этот вообще какой-то не знаю сомнительный как он работает непонятно кажется он шумный что скажете напишите в комментариях самый на бюджетный вариант это вот такой где с одной стороны сверлится под слив просто врезается вот так кстати таким вариантом можно делать когда аквариумы стоят в стойке то есть вот здесь справа где колено уходит вниз ставится драйник и вверх идет дальше труба если сверху еще стоит аквариум и так далее ну здесь конечно мне кажется минус он шумный если вот это вот сопло не находится полностью в воде и вода еще над ним должна быть сантиметров 5 на на чтоб не засасывало воздух тогда он будет шумный сто процентов ну здесь показывает что можно регулировать его именно высоту воды но мне кажется это все фигня видео это не мое это взял из интернета объясняю что здесь можно сетку поставить сетка кстати будет очень быстро забиваться тем самым будет повышаться уровень воды в аквариуме и будет автодолив давивать осмос будет понижаться плотность это возврат опять же шланг он взял очень узкий для его то размеров для его то объема аквариума здесь конечно не по моему литров 810 и даже тонна то есть это конечно не чем не вот это вот на конце штучка здесь я бы сделал просто разветвление в две стороны вот вариант который мне по душе то есть называется вроде как балкончик сверлиться вот такие отверстия и снаружи делается вот такой вот такая шахточка мне вариант очень понравился так как я удивился что он вообще бесшумный то есть делается слив аварийка и вот справа возврат воды где-то с метров 5 10 и вообще тишина то есть некие воронки не создаются воздух не всасывается и шума вообще никакого нет я заморозил заморочился сильнее то есть я не стал сверлить дырки отверстия так сказать правильней я заморочился нашел цех где есть вот такой агрегат который вырезает стекло под давлением водой с песком конечно для меня этот вариант более он аккуратнее более он такой эстетичный то есть но я вообще за эстетику должно быть всегда все идеально вот так он режет буквально две-три минуты и готова режет очень четко аккуратно никаких сколов то есть ну если не найдете да то конечно проще просулить отверстие ровненько и тоже будет как бы нормально но такое накидал изначально план как бы это все сантиметрах сама шахта 24 на 15 здесь она слишком увеличена так она гораздо меньше смотрится раза в два глубину я сделал вырезы 5 то есть если бы знал что уровень будет такой высокий я бы нам сделал где-то 6 или 7 даже сантиметр к тому же гребенка можно было высоту регулировать но вот так все это вышло аккуратненько ну и конечно без гемора без косяков никуда здесь начались у меня потихоньку появляться косяки вот это отверстие где идет возврат к человек которым не клеил он напротив этой возвратки приклеил ребро жесткости я почему-то не подумал об этом и как-то он внимание видимо не придал что там будет проходить как она называется то переходная муфта проходная муфта и она как раз у меня уперлась в это усиление в это ребро дальше я покажу вам здесь просто общий вид как это все смотрится с всех сторон стараюсь вам все подробно показывать все это мелочей чтоб не было никаких недопониманий что было все ясной и понятно если решите конечно также сделать если что-то непонятно конечно спрашивайте отвечу всем с удовольствием так по размерам получилось у меня возврат к на 32 с ли фаворика на 40 где на 32 просверлили 32 то есть муфта проходная вошла идеально воде 41 не проходила вообще никак то здесь нужно сверлить 42 я думаю даже можно и 43 так ну и вот по возвратке вот она муфта проходит и все здесь она мне уже не вкручивается нужно срезать сантиметра 35 я не помню сколько я срезал пришлось заморочиться опыта у меня особо по резке нет но я купил простой стеклорез созвонился с человеком который мне склеивал мне объясню как это все сделать и все и также просто резко чиркнул с помощью линейки правда и потом снизу постуков стеклышко у меня отвалилась и да и клей конечно я с той стороны строительным ножом срезал все вот так идеально у меня получилось думаю то что ребро с метра даже если 5 срезали то ничего страшного в этом нет все скрутилось закрутилось без проблем да и по поводу слива и аварийки мне пришлось это дело рассверливать делаю такие стаканчики приклеил снизу их на герметик кто знает да что при сверлении стекла нужно смачивать не то что смачивать желательно чтобы этого делала всего в воде было вот так я сделал налил туда водички герметик я использовал по-моему какой-то момент белый то есть он застывает и спокойно все оттирается и оттирается без проблем ничего не остается пришлось купить мне коронку по стеклу рублей ну и буквально по полчаса каждое отверстие у меня ушло очень такое кропотливое занятие ну и вот проходные муфты идеально вошли но как говорится беда не приходит одна то ли я перетянул то ли это брак заводской у меня лопнула проходная муфта и здесь я вам хочу сказать когда покупаете вот такие подобные вещи всегда нужно брать про запас одну две сто процентов всякое происходит хорошо у знакомого моряка была такая же проходная муфта и мне бы не пришлось не пришлось заказывать снова с москвы это все дело вот так это все смотрится со стороны кому удобно слева можно справа делать можно и сзади такое сделать и посередине где угодно кто к смотря как действ ставит аквариум кому как удобно вот так это все спускается в сам сейчас здесь появится две трубки вот они полностью в воде погружены и сверху слив воздух не засасывает и вода бесшумно льется прям просто тишина идеально этим меня и зацепила зацепил такой слив как бы и бюджетные не геморрой на все просто подъемная помпа идет возврат это шлак на 32 так как у нас возврат 32 вот они два крана под кальциевый реактор и другие реакторы под хита реактор что угодно по трубам можно использовать любые трубы главное чтобы не было содержание металла что в трубах что в кранах обычно в кранах вот этот вентиль шарик он металлический обращайте на это внимание так как металл он окисляется на морской воде ржавеет это все неблагоприятно сказывается на кораллах и по моему даже вызывает рост каких-то низших водорослей очень таких пакостных но такой слив тишина полная все просто быстро без заморочек бюджет получился шесть тысяч шесть тысяч сто шестьдесят рублей я думаю это нормальная цена если кто-то сделает дешевле ради бога лишь бы все устраивало все нравилось в принципе все всем спасибо всем пока